Здравствуйте! В этом видео одна таблетка на 1 литр воды и повысит урожай томатов, перцев, огурцов. Есть такие таблеточки, которые можно применять не только нам с вами, как в виде витаминов, но и можно применять для растений. Я вам в подробностях расскажу, какую таблетку можно смешивать, что добавлять, чтобы действительно получить хороший вкусный натуральный урожай. Многие против аптечных таблеток, но я применяю то, что есть у меня дома, осталось от использования, просроченные. Я чаще всего опрыскиваю. Считаю аптечные таблеточки не основной подкормкой, а именно как дополнение. Для дополнения они прекрасно работают между органическими подкормками. Таблетки можно применять не только для стимуляции роста, но и также усиливать эффект других средств, чтобы именно растение было красивого и сумрудного цвета, не болело. Смотрите, сегодня уже 9 июля и все еще все в порядке. Никаких пятен нет, ни фитофторы, ни кладоспориоза, ни какой-то там мраморной мозаики на огурцах. То есть ничего у меня нет. Я делаю периодически профилактики. Да, у меня очень много растений и уходит на это много времени, но все-таки я хочу получить именно богатый, здоровый урожай. Итак, первая таблеточка, которая с вами нам понадобится, это хелат железа. Хелат мы все с вами сами для себя применяем и знаем, как прекрасно действует на организм. И как раз хелат железа, сам железо, именно тоже нужен нашим растениям. От недостатка страдают не только яблони там и такие вот именно большие деревья, показывают именно пожелтением листьев и побелением даже листиков. И есть прожилки, но и также томаты, перцы, огурцы. Именно такие таблеточки применяют для опрыскивания. Я делаю на 2 литра воды. Здесь у меня 2 таблетки хелата железа. Берите просрочные, посмотрите у себя в своей аптечке, по-любому что-то есть. Потому что в основном сейчас продают пачки витаминов, их хватает там на курсе, и они в дальнейшем у нас остаются и лежат очень долго. Можно, конечно, все применять и химию, какие-то там химикаты обрабатывать, но самое эффективное это делать заранее профилактики. Я делаю некие эликсиры из витаминно-минерального комплекса, плюс добавляю другие таблеточки. Это таблетки витаминно-минеральный комплекс для нас с вами людей от А до Цинка. Можно выбирать любые. Просроченные подойдут прямо самое то. Здесь есть витамины К, есть хром, есть холин, есть стелен, есть медь, марганец, биотин, витамин Е, витамин Д3, витамин С, есть витамин В12, есть фолиевая кислота, есть витамин В6, В5, В3, В2, витамин В1 и многое другое. То, что как раз нужно правильного и полноценного развития и питания растений. Именно такие таблеточки, их нужно сначала замочить, потому что у них оболочка, которая просто так не раздавливается. Ну, если только постараться. Но мне проще замочить на пару секунд в воде и в дальнейшем можно уже растолочь. Такие витаминки даю неоднократно за лето. Ну, что у меня осталось там из просрочки, то и можно смешать. Но самое главное смешайте именно с целью, что вы хотите добиться от этой подкормки. В данном случае я делаю эликсир для здоровья, для стимуляции роста. А тогда наши томаты точно ничем не заболеют, будут красивенькие, здоровенькие и будут плодоносить очень долго. Самое главное, получим очень вкусный, здоровый рожай. И сюда добавим еще глицин. Одну таблеточку на 1 литр. Я добавляю 2 таблетки на 2 литра воды. Почему 2 таблетки? Почему не больше? Почему не 10? Потому что глицин это очень классная аминокислота. Потому что уже в витаминно-минеральном комплексе и есть различные кислоты. Но аминокислота, она как раз и наше удобрение усиливает в несколько раз, делает еще более полезным для наших растений. Все это тщательно перемешиваем, дожидаемся полного растворения. На доночке у вас останется небольшое там количество осадка. Это именно оболочка. Сами витамины, они очень хорошо растворяются в обычной воде комнатной температуры. Можно применять как для тепличных растений, так и для открытого грунта. Здесь у меня уже налит 1 литр. Это полизатор 2 литровый. Выливаем наш литр. Потом можно еще дать немножко постоять, если видите, что есть небольшой осадок. Также применять можно и вот у меня в кашпо растут томаты. Едим их уже давным-давно. Если вы выращиваете на балконе, если вы выращиваете просто на окне под фитолампами. Я вам даже как-то в прошлом году уже показывала, как выращивала именно с помощью таких таблеточек в домашних условиях. Очень хороший разряд. Вот смотрите, опрыскиваем на улице. Здесь тоже все уже активно прям плодоносит. Где-то первый, третий даже где-то кисти образовались. Есть некоторые томаты, которые стоят на месте, к сожалению. Потом уже определю, что это такой закапризный сорт. И с вами обязательно поделюсь. Есть томаты, которые уже прям налили красные томатики. Но в основном все еще цветут. Сейчас у нас получается практически середина лета. В этом году считаю, что урожайность немного ниже из-за погодных условий. Но все равно мы с вами стараемся, чтобы получить богатый урожай. Следующая таблеточка, которую обожают огурцы, потому что опрыскивала неоднократно даже в этом году, это фолиевая кислота. Фолиевые кислоты это что такое, для чего они вообще нужны. Во-первых, кислоты нужны абсолютно всем растениям. Во многих удобрениях есть разные кислоты и они содержательны обязательно. Есть даже простой биогумус с аминокислотами. Это тоже хорошее удобрение. Итак, нам понадобится 1 литр воды и фолиевую кислоту. Нам понадобится 1 таблеточка на этот литр воды. Фолиевая кислота у меня 1 мг. Есть фолиевые кислоты разные, для того, чтобы как раз определиться именно с дозировкой. И вот сейчас я вам показываю суперизатор, что у меня там есть фильтр. Но смотрите, фолиевая кислота тоже уже просроченная. Фолиевая кислота пьют и обычно женщины. Я думаю, у вас тоже все это есть дома. Обязательно посмотрите. Фолиевая кислота что это такое? Это витамины группы В. А как мы знаем с вами, что витамины группы В обязательны для правильного как раз именно развития, для хлорофила. Чтобы листики у нас были изумрудного цвета, красиво. Чтобы не было никаких болезней. Фолиевая кислота это витамин В9, который способствует более интенсивному образованию хлорофила. Если у вас есть растения, которые растут в тени, затеняют некоторые растения друг друга, то обязательно применяйте фолиевую кислоту. Будет именно здоровый, такой красивый, привлекательный вид у растений. Листики будут изумрудно красивого цвета. Также наблюдайте за вашим растением, может быть какие-то пятна, что-то там, какие-то прожилки. То тоже применяйте фолиевую кислоту. Стимулирует еще и рост, а также усиливает устойчивость к стрессу. Например, погодные условия, резкие перепады температур. В теплицах образуются конденсаты. Получается так, что как раз это тоже влияет на здоровье томатов. Они стрессуют и, ну конечно, начинают болеть. Поэтому делаем все заранее, все профилактики. Фолиевой кислотой можно опрыскивать один раз в 5-7 дней, курсом до 5-7 раз. Я делаю такие опрыскивания между подкорками с органики. И берем вот так вот тщательно, опрыскиваем по листу. Вот смотрите, листочки все красивые, изумрудного цвета. Огурцы растут у меня в теплице и плюс есть еще в открытом грунте. В открытом грунте они у меня ползут по земле. Здесь, конечно, все растет вверх. Но все выращивают по-разному. Следующее средство, которое обязательно должно быть уже в аптечке садовода-огородника, это солициловая кислота. Про солициловую очень большое количество споров и даже есть негативные комментарии. Но все дело в том, что люди просто не читают информацию, не читают научную литературу. Не только нашу, но и нужно читать зарубежную. Потому что уже давным-давно доказали ученые, что солициловая кислота многоприятно влияет на растения. Именно как раз в сельскохозяйственном применении. Уже применяют масштабно. Так что будем с вами применять тоже для наших маленьких соток, для наших маленьких растений и повышать стрессоустойчивость. Нам понадобится 5 капель на 1 литр воды. Если вы заметили, что у вас в будущем как раз будет снижаться температура, обязательно посмотрите по гесметию, то обрабатывайте срочно с солициловой кислотой. И ваши растения переживут эти погодные условия негативные, даже без каких-либо стрессов. То есть будут активно дальше плодоносить. Следующая таблетка немаловажная для наших растений, томатов, огурцов, персов, баклажанов, например, кабачков. Даже можно опрыскивать и ягоду, и другие культуры. Это мумиё. Мумиё я применяю в некоторых даже случаях специально покупала, потому что мумиё это чисто гуминовые кислоты, это натуральный продукт. В основном я применяла для комнатных растений, а вот для сада-огорода делаю опрыскивание, потому что через листовую пластину тоже много что быстро проникает. Как раз вот именно таблеточки органика в тёплое время работают великолепно. Ну а сейчас мы с вами сделаем некий эликсир. Нам понадобится 1 литр воды. Далее мы будем всё это переливать в пуроризатор. Поэтому с таблетками всегда я вам говорю, что нужен либо фильтр на пуроризаторе, либо нужно прямо дождаться, чтобы и оболочка тоже пришла в такую мягкую форму. Итак, нам нужна 1 таблетка мумиё. Это чисто гуминовые кислоты, которые содержат не только очень много различных элементов, но и благоприятно влияют на растения. Что значит благоприятно? Это значит, что когда у нас растение здоровое, красивое, пышет прям здоровьем, цветут все цветоносы, завязи у нас все сохранены, это значит, что крепкий иммунитет. Итак, нам нужна всего 1 таблетка. Далее добавляем сюда ещё янтарную кислоту. Янтарка у меня 400 мг. Но я в этот момент возьму лимонтар. Она у меня 200 мг. Лимонтар содержит янтарную кислоту и ещё лимонную кислоту. И нам понадобится всего 1 таблетка лимонтара. Но если нет лимонтара, берите мумиё. И следующая таблетка, чтобы усилить нашу подкормку, это глицин. Глицин я вам всем рекомендую опрыскивать 1 раз в 7-10 дней прямо на постоянное освоение. Потому что именно глицин помогает растениям быть здоровыми. Эта аминокислота очень важная для растений. Растворяется всё это не сразу. Можно сначала замочить эти таблеточки немножко, пусть постоит. Если вы сильно торопитесь, хотите подкормить здесь и сейчас, то берём, немножко замачиваем. И в дальнейшем нужно растолочь между двумя ложками. Вот получается, что у нас. Гуминовые кислоты, если у вас их нет, можно применять именно гуминовые кислоты из магазина. Но вам что могу сказать? То там как раз продаётся такой более мощный процент. Это уже будет являться прям полноценной подкормкой. Я всё же считаю таблеточки не полноценной подкормкой, а дополнительной. Дополнительной это значит, что есть ещё и основные подкормки. Об этом смотрите у меня на канале, как мы с вами применяем, натуральные удобрения. Дрожжи, хлеб, делаем различные настои. И растения как раз все здоровые, хорошенькие. Я вам всё показываю. Вы всё видите у меня и в теплице, и в открытом грунте. Какие есть в данный момент результаты. Хотя этот год у нас не очень удачный, могу сказать. Всё равно результаты очень хорошие. Опрыскиваем таким эликсиром тщательно, прям так сказать, с ног до головы. Если попадает на плоды, наоборот, всё замечательно. По листовой пластине всё тоже везде, пусть поступает нам как раз в растение. Смотрите, какие листочки. Сегодня у нас 9 июля. Всё прекрасно выглядит. Огурчики завязывают все завязи. Огурчиков реально море. Там собираем практически каждый день. Я даже не успеваю их уже утилизировать. Делаю уже закатки, мы едим много салатов. Это всё только с одной теплицы. Следующее средство нужно тоже обязательно, чтобы было у каждого садовода-огородника. Это йод. Йод, кстати, бывает разный. Имейте в виду, есть даже специальный фарма йода для растений. Нам понадобится 1 литр воды и 100 мл молока. Если у вас провизаторы 2 литра, значит увеличим дозировку в 2 раза. Кстати, йод применяется именно стандартная дозировка. Одна капля на литр. Не применяйте больше, потому что если вы, например, точно знаете, что у вас в грунте уже нет йода, то можно повысить немножко дозировку. Но я думаю, что нет ни у кого таких знаний. Даже я не знаю, сколько процентов содержится у меня в грунте и сколько поступает в растение. Поэтому всегда делаем все дозировано, потому что, чтобы не навредить, нам понадобится 1 капля йода на 1 литр воды. Все это тщательно перемешиваем и опрыскиваем по листу 1 раз в 7-10 дней. Можно сделать курс примерно 2-3 раза. Далее делаем перерыв, либо делаем 1 раз в 3-4 недели, и так до конца плодоношения. Следующая таблетка это аминокислота. Меня многие очень спрашивали, почему я смешиваю с другими средствами, когда можно применять отдельно. Да, вы действительно правы, можно применять отдельно, что я и делаю. Берем 1 таблетку глицина, разводим в 1 литре воды. Вот смотрите, у меня все тут даже закончилось. Глицин, например, мумио и янтарку я иногда даже покупаю специально, потому что мне действительно нравятся такие результаты. Если, например, вы не планируете, берите то, что у вас есть. То есть, посмотрите, например, в вашей аптечке. Глицин очень хорошо влияет на растения. Они прям здоровые, красивые и плодоносят очень долго. Следующая таблетка, которая тоже влияет на урожайность, которая нужна обязательно огурцам, томатам, перцам, это витамины В12. Что такое витамин В12 и где его взять? Это тоже обычные витамины для людей, которые применяем мы с вами для себя, для своего здоровья. А значит, и с легкостью можно применять для растений. Витамин В12, он, кстати, аналогичен витамину В6, ну почти такой же. Этот витамин очень важен в процессе обмена веществ, как раз нормализует рост растения, помогает в неблагоприятных условиях. Также участвует в процессе фотосинтеза хлорофила. Это мы с вами знаем уже, там уже давно все знают, то есть я вам просто повторяю. Вот так вот выглядят витамины. Пачка, смотрите, уже вся старенькая, просроченная, но для растений самое то пойдет. Если вообще ничего не применять, никакие витамины, что там будет с растениями? Ну, во-первых, они намного раньше заболевают. Это как раз влияет на урожайность. Завязи в этот момент при первых болезнях начинают опадать. То есть они не будут формировать вам плоды в связи с тем, что очень низкий иммунитет. Чтобы добиться крепкого иммунитета у растений, мы делаем обязательно подкормки под корень, а также делаем по листу. И еще одна таблеточка, которая очень хорошо влияет на растения, стимулирует рост, растение не болеет, сдвигает его с мертвой точки. То есть если долго стоит, не движется, никуда не растет, завязи опадают, применяйте ацетилсалициловую кислоту. Растворяется одна таблетка в кипятке и далее опрыскивается по листу. Можно применять ацетилку разную. Вот у меня есть обычная, вот как раз с аскорбиновой кислотой, что очень тоже хорошо влияет на растения. Есть, смотрите, обычная ацетилсалициловая кислота. Но для того, чтобы как раз получить именно салициловую кислоту из ацетилки, нужно даже кипятить ее с дрожжами. Но это, конечно, долгий процесс. Я пробовала, что действует так, что действует без дрожжей. Одинаково стимулирует рост. Поэтому я вам рекомендую просто растворить в кипятке ацетилсалициловую кислоту и применять как раз по листу. Один раз в 10-14 дней курсом до 3-4 раз. Если нет ацетилсалициловой кислоты, то лучше всего применять салициловую кислоту, что нам как раз и нужно. Про нее я вам уже рассказывала ранее в этом видео. Ну а на сегодня это все. Заходите ко мне на канал, смотрите другие видео, смотрите обязательно подкормки. Как я получаю такой очень хороший вкусный урожай. Я делюсь с вами в каждом видео. Подкормок у меня очень много, потому что растений у меня огромное количество, чтобы все подкормить. Всем спасибо!